Всем привет, дорогие друзья! По-моему, у него начались ухудшения, у него вся щека кровит, без кожи. Сейчас я вам покажу. Надеюсь, YouTube не заблочит. Даже если заблочит, бог с ним, я хочу вам показать. Ну то есть вот, помимо того, что у него свищ еще не зажил, еще у него выпал зуб, он теперь вот так постоянно делает. Но завтра операция, ему больно, ему больно. Несла перекись водорода, стриптоцид, хлоргексидент, сейчас буду обрабатывать ему рану. То есть вот это до. Вот видите, там жесть, и там еще свищ. Вот, он не дает. Я сперва на пальце сделала стриптоцид, а потом помазала. В общем, смотрите, у него и на свище... Покажи, ну покажи, ребята, пожалуйста. И на свищ сделала, и там. Сверху надо еще... Все-все-все, давайте пытаюсь поставить между... Вот сюда. Все, спать. Сейчас придет еще ветеринар, покапаем здесь тоже. Ну здесь это было. А там вообще как страшно. Да-да-да, делаем обезболивающее, потому что выпал зуб, и теперь у него сильные боли. Да-да, все крепление потеряли. Всю основу, да. Он теперь его косит. Да, у него челюсть, она у него ходуна уходит, и это зубы 100%. Да. Завтра будет операция. Видишь, как он его от этого ранил болит. Он еще лапами пытается туда залезть. Поправить, он может, это неправильное положение височной кости идет. Ну да, этот зуб прям... Ну ничего, завтра и глянем в процессе. Братан, завтра мы попробуем почувствовать. Да. Дай бог, все нормально, чтобы все прошло. Да. Как было задумано. Все, ты спать, начнете? Еще рано. Так. Все устает. А это вы бы сладкого делаете? Нет, рингер. Ну вот, ставим капельницу, да? Он мне кажется, привык, что ли, что не орет уже на капельницу. Сейчас ему челюсть шаманим. Ну, здесь что он делает? Наверное, мешает, если он уйти перекошенной. Да. Надо бы поправляться. Вот так и лежит в машине. Это там. В переведении. Каждый минуту заработал. Конечно. Ребята, я так переживаю. Он горячий. У него поднялась температура. Завтра операция. Да, температура поднялась. Бедный. Он так мучается. Кошмар. Нужно операцию делать. Ну, вот уже завтра будет. Я ему сейчас... Я съездила в аптеку, купила на вакоин. Сейчас уколил антибиотик. Бедняжка. Уж меня его не трогала. Малыш. Господи, хоть бы он наркоз завтра перенес. Он же слабенький все равно. У него там, видать, на нерв давит. Ему больно. Из-за того, что пулк вылетел. Поменяла пеленку, во-первых, еще раз. Я каждые три часа чуть ли не меня размешала антибиотик. Так, набрала. Сейчас будем его колоть. Ну, как я знаю, что лучше повышенная температура, чем пониженная. Потому что, когда пониженная, организм не борется, а умирает. Ой, Господи, хоть бы все было хорошо. Столько в него души вложила, силы. Все, чего только можно. Не дай бог он погибнет. Все, кольчик сделала. Вроде не орал, ничего не болючего. Никто его не держал. Попала куда надо. Да, ветеринар не сделал, потому что не было новокаина. Он торопился, сказал, чтобы я сделал. Он ему только капельницу сделал. Боже мой, он так мочится, как этот зуб выпал. Как вся конструкция как будто разрушилась. Поначалу было типа весело, да? Но что-то сейчас не очень. Три часа вечерняя кормешечка. Я его кормила мясным. Сейчас опять с овощами периодически делаю. Смешиваем. Хожу, значит, кормить кота. Все, ну не буду показывать мини-туб этот. Ну, короче, все. Надо менять пеленки. Он вообще пропал куда-то. Пошел гулять. Ты что, пошел гулять? Да, ты мяукаешь? Ты хочешь кушать? Ты мяукаешь? Ничего себе. Сейчас пеленки поменяю. Кошмар лучше не смотреть. Я поменяла пеленочку. Этот бедный мучается. Ты куда пошел в поход? Мам, к тебе идет терминатор лютый. Не-не-не, ты пойдешь лежать. Мы тебя сейчас покормим. Нет-нет-нет. Я понимаю, ты уже в себя пришел? Почему я безмерно рада? Знаете, мы вас пришли кормить с ложечки. Не надо вот это ходить. Мы вас пришли кормить с ложечки. Вот ложечка. Точнее, со шприца. Нет, не убегать. Теперь мурлыкает. Это что такое? Это что такое? Кто помрал, собрался делать. Теперь мурлыкает. Че, пап? Ну, пап, я занята. Ладно, иду, расскажи. Дивой-зимойский. Дивой-зимойский. Я так рада за тебя. Ты как мне не уйдет, боже мой. Ты куда хочешь уйти? Ты куда хочешь уйти? Что? Да. Да, пап, завтра солнце будет. Нет, завтра вечером. Опять началась трясучка. Ну, че ты? Кормим котика. Он что-то уже поход собрался. Давай-давай, ешь. Поднимай. Глотай. Давай. Глотай, глотай. Молодец. Молодец. Остались сутки до операции. Хоть вы видите у него что с щекой? Вообще жесть. Вот это я ему еще один раз сделала. Сейчас еще раз буду обрабатывать. Давай-давай-давай-давай. Да, ты мой хороший. Да. Главное, с носа сукровица не идет. Отек спал. Один глаз ушла краснота. Ты глотай, главное повыше, понимаешь? Чтобы даже не дотрагиваться до челюсти. Давай. Вот. Теперь аккуратно ложим его. Набираем. Так, еще. Вот. Ну, папа, я что сделаю? Ну, куда я уберу? У нас нет помещений. Давай. Давай снимай. Нет, у тебя выливается, ты видишь? Видишь, я, наверное, его часто кормить стала. 5-6 раз в день, да? И он аж встал, он сейчас ходил тут. У меня самое плохое, что у него челюсть-то сбежал из своих. Давай, поднимай, 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 а то все в улице. Поднимай, поднимай, поднимай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Скажи, Гаин, как ты меня достала? Так, окладываем тебя, а тут у меня соскальзываешь уже. Так, мы его покормили. Теперь я его промою, особенно под губой. Там жесть. Ага, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Я пеленку потом поменяю, ничего страшного. Вот тут сейчас еще обработаем вот эту часть кровяную. Вот там еще губу сейчас подоткроем. И там еще промоем. Тихо. Тихо-тихо, не переживай, я рядом. Не переживай, не переживай, все хорошо. Ногу уберем. Все слюни, все микробы собираем. Вытираем мальчика нашего, как он на меня смотрит. Так, теперь обрабатываем перекись. Правда, она закончилась. Сейчас, пусть он в себя придет. Больше нету. Нету больше. Сейчас мы его обработаем. Переки, он свищ никак не заживет. Вот эти штуки, вон, все дымятся, пылятся. Ой, у него там челюсть, ему плохо. Он у него все шатается туда-сюда ходит. Кошмар. Да, у него все шатается. Я с этой стороны чувствую, как она ходит ходуном. Бедный, вообще кошмар. Так, берем стриптоцит. Как я это делаю? Вот я ему обработала щеку. Теперь у него там мясо, да, ну типа, кровавое. И вот теперь вот так делаем. Чтоб оно зажило. И на свищ тоже самое. Паузу нажми. Чешется. Да, там у него чешется. Подожди, ну не чеши, ты тогда отрави по этому. Вот ты и сам виноват. Свищ залепляем, который у него тут есть. Стоп. И вот это. Еще раз, еще раз, еще раз. Ну, сейчас стирать начнем. Ну, а что я сделаю? Ну, надо наморник. Так, давай мы ему оденем этот воротник. У нас же есть. Ну, а что он так себя ведет? Беспардонно. Бедненький, мне его прям жалко. Ну, зачем ты там чешешь? Сейчас тебе, правда, воротник поставлю? Потому что чешется. Ну, больно, я понимаю, ну нельзя же так делать. У него там и так до крови, он себя опять раздирает. Давай, у нас есть воротник, мы ему сейчас вставим. Правда, после операции можно было. Ну, раз он такой, свищ. Сейчас еще раз свищ залеплю. А то он у него не зарастает. Так, а ну-ка, прекратил лапы свои распускать. Он меня сейчас убьет. Он суровый парень. Он же лютый. Давай, свищ залепливаем, и все. Он такой мягкий, нежный. Да, он был труп. Все. Так, выключай. Подожди, подожди, друг. Это лаки осталось от лаки. Так. Бедность скажет, что со мной делают? Ну, а что с тобой делать? Подожди, мы сделаем это на кране. Ну, я понимаю, ты не хочешь. А что делать? А расчесывать нельзя. А там и так кровь. Сейчас вот так завяжем ему. Да, лаки тоже так мучился. Ты тоже сдирал. Ну, лаки прям орал. Он не хотел эту штуку, вот как он. Чешу тут. Скажет, мадам, вы что прикрепили? У меня чешется. Ну, а что делать? А как ты хотел? Гусь. Вот так перевернем. Все. Зато счесывать себе щеку не будешь. Ленишь. Да. Это очень неприятная вещь. У тебя надо вылечить. Смотри, какой он буйный, а? Как бык. Смотри, что он делает. Ты куда? В поход собрался? Ну, хорошо, хоть тело там было. Он уходит. Ну, ему хочется почесать, я понимаю. Но чесать нельзя. Чешется. Блин, а жалко. Короче, сутки, сутки, сутки остались до операции. Давай, потерпи, мой хорошенький. Потом все будет хорошо, я надеюсь. Ну, я понимаю, ты со мной не согласен. Ты со мной не согласен. Ну, а что делать? А что делать? Ну, что? Это от еды. Если что, следы. Я уже очень хочу спать, уже полностью. Надо кормить кота, потому что прошло 3 часа. Ой, как мурлык. Это я сняла, в общем, с него этот воротник, потому что он бедный сидел. Ему и так температура, а он сидит. Мурлыкаешь. Давай сейчас покормим. Я уже нагрела микроволновки. Добавила больше мясного сюда, чем овощи мясного. Покормлю, промою, протру его. И, наконец-то, пойду спать. Монтировала вам видео до сих пор. Потягушечки делает, вы смотрите. Я все пытаюсь куда-то установить камеру, чтобы вам показать. Но не могу пока никак. Так переживала, что ему стало хуже. Но вроде ему стало опять повыше. Смотрите, он зевает. Потягушечки делает. Дай бог. Дай бог. Ну что, шприц приготовили. Ну, блин, опять у него началось. Все, я сделала, ребят, ту же процедуру, что я делаю всегда. Накормила, потом водой промыла, слюнявчиком протерла бумажными полотенцами. Все, могу оставить его в покое. Наконец-то пойду спать. Пусть он тоже спит. Вроде головой так не шатает. Дай бог, завтра операция. Я очень переживаю. Ветеринар сказал, будет очень стараться собрать ему челюсть. Посмотрел он уже рентген. Там два перелома, как он посмотрел. Ой, в общем, надеюсь, все будет хорошо. Его гладишь, он так мурлыкает. Да, я надеюсь, тебе будет лучше, малыш. Я его уже так люблю, этого котика. Не представляете. Знаете, почему у него вот это? Он себя лапой раздирает. У него челюсть болит. И он пытается лапой это исправить. Но если я сейчас надел, он будет сидя всю ночь. Сидеть, он не ляжет тоже. Варлейка, давай, давай, побыстрее операцию. Бонечки, козечки, побыстрее операцию. Пришло доброе утро. Пеленка вся мокрая. Мокрая. Сейчас будем менять. Вытаскиваем котика. Убираем пеленочки грязные. Опа. Сделим новые. Все должно быть оперативно, потому что котик на руках. Котик, не брыкайся. Котик, брыкайся. Все, не брыкайся. Ложим котика. На тесто и пеленочку. Сегодня операция. Конечно, кормить его нежелательно. Но я его хоть один раз сейчас покормлю. С утра мне его жалко. А вечером будет уже операция. Вот такие дела. Это детское питание я размешала. Сейчас хорошо еще размешаю. Видите, что он делает? Почему у него там кровит? Надо, конечно, эту штуку одеть в воротник. Но он сядет и будет сидеть, не будет вставать. Так, кормим кота. Так, ну что. Котов шприц, готов кот. Давай. Покушай, что тут всю ночь голодный был. Вот протекает, да. Повыше. Ой, ну вот это место, что я ему мазала, уже получше. Вот это вот, где кровь была. Стриптоцит его затянул. Надо не допускать, чтобы он туда больше лезть лапами. А мы ему в воротник поставим после операции. Зай бог, чтоб перенес. Давай, давай. Давай, давай. Как кушать хочет. Не вырывается. Так, садись. Еще. Второй. Давай. Повыше поднимай, а то он вытекает у тебя. Своевременно нужно глотать, не потом. Давай, давай, давай. Накормили, теперь вытираем. Не брыкайся, не брыкайся. Нужно вытереть все это. Все эту каку надо вытереть вот так. Вот так. Да, и промыть. Вот сейчас под губой вот здесь. Открыть надо. Давай откроем, подожди. Вот. И прям промоем. Подожди. Стоп. Ну, все. Все, все. Ой, ну теперь отдыхай. Больше кормить, наверное, нельзя. Операция все-таки скоро. Для Лютика крайний раз капаться перед операцией. Да? Лютик, ну что ты? Он так страшно похудел. Вот тут косточки такие. А, вот я утешен. Ну, блин, лучше бы не трогала. Взяли лекарства. Лютик, Лютик, цветочек аленький. Мурлыка, ты мурлыка. Опять все разудрал. Опять разудрал. Ты посмотри. Это вы знаете, как он поднимается, чтобы его там почесали, почухали. Ой, какой мурлыка. Да? Слышно? Какой мурлычет. Ну что, котик? Через час, значит, операция. Я прихожу. Он гуляет. Ты что гуляешь? Это я разорвала. Я так психанула, таскала холодильники по комнате, натолкала и надо гулять. А что ты гуляешь? Ты кушать хочешь? Ой, его опять коробит. Его опять коробит. Стоп, стоп. Сейчас, сейчас. Скоро тебе прооперируют и все пройдет, малыш. Я просто, ну, не кормила. Нельзя перед операцией. Он, наверное, на ходе ищет еды. Ну, уже состояние лучше, чем всегда. Вот это надо операцию делать. Чего тебе на носу? Короче, пеленку опять надо менять, потому что... Пеленку опять надо менять, потому что там... Ну, вы поняли. Поменяла как раз. Сегодня купила упаковку новых пеленочек. Друг мой, давай ты пересядешь туда, хорошо? Давай. Давай. Главное, чтобы операция прошла успешно. Я понимаю, ты голодная. Что делать? А что делать? Надо потерпеть. Каждые три часа кормила, а сейчас уже часов десять не кормила, потому что операция нельзя. Хочет сидеть, он хочет гулять. Это что такое? Ты гулять хочешь? Нормально, нормально. Он пошел гулять. Наш друг в поход собрался. Наш друг в кухню собрался исследовать. Вышел, постоял, головой пошатал, зашел. Все, дорогие друзья, настал тот час, настал тот день. Везем у Лютика делать операцию. Пожелайте удачи или чего там, решите за него кулачки. Стараюсь выложить видео прямо сейчас, чтобы все было онлайн, можно сказать. Да, я очень постараюсь. Прикиньте, два видео в день, у меня никогда такого не было на канале. В общем, я очень переживаю за него. Будем верить, что все будет хорошо. И мы на светофоре. Лютик, все, поехали. Поехали. Ребят, котика я передала. Сам ветеринар волнуется, потому что это большая ответственность. Во-вторых, котик, понятное дело, слабый. Но если сейчас не делать, то потом будет хуже, потому что он худеет. У него вот это сильно болит, вы видели. Последние пару дней было вообще ужас. Будет он снимать это на видео или нет, я не знаю. Скорее всего будет, поэтому его канал я тоже отмечу. Может он выставит туда, посмотрите саму операцию, сам процесс. Как это все будет. Мне самой будет очень интересно. Господи, выживет он или нет, я не знаю. Будем держать за него кулачки, верить. И я сама сейчас себе места не нахожу, очень переживаю. Все, ребят, давайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!